Здравствуйте, Чашири Лек. Добро пожаловать в еженедельный обзор Тибет на этой неделе. С вами ведущая Тильне Палмо. В этом выпуске вы узнаете о последних событиях, связанных с Тибетом и Центральной Тибетской Администрацией. Коротко о главных событиях. Его святейство Далай-Лама и Центральная Тибетская Администрация поздравили Шринер-Эн-Румоди и Национальный Демократический Альянс победы на выборах в Нижнюю Палату Парламента Лох-Саба. Его святейство Далай-Лама и Центральная Тибетская Администрация поздравили с победой на выборах главных министров Секима и Ирначала Прадеша. Его святейство Далай-Лама провел ежегодные учения для тибетской молодежи. Гонпуки обвиняет Пекин в незаконном обвинении у брата Дорджи Джащи. Его святейство Далай-Лама поздравил Шринер-Эн-Румоди и Национальный Демократический Альянс победы на выборах в Нижнюю Палату Лох-Саба. В своем письме его святейство выразил восхищение и гордость, как Индия выполняет свои обязательства к крупнейшей демократической стране в мире. Его святейство также выразил благодарность правительству и народу Индии за их гостеприимство, неизменную щедрость и доброту по отношению к тибетской общине, благодаря чему тибетцы в изгнании продолжают сохранять свое культурное наследие в мире и свободе. Его святейство пожелало руководству дальнейших успехов в осуществлении задач, стоящих перед народом Индии. Премьер-министр Центральной Тибетской Администрации Сикёнг Пемба Циринг в своем поздравительном письме подчеркнул, что победа на выборах является результатом прочного доверия и уверенности народа Индии в руководстве МОДИ и приверженности Национальному Демократическому Альянсу в прогрессе страны. Сикёнг выразил благодарность правительству и народу Индии за многолетнюю поддержку и теплое гостеприимство, оказанное тибетскому народу. Сикёнг также подчеркнул приверженность его святейство возрождению древних индийских знаний и мудрости в нашем современном мире и выразил глубокую признательность Центральному Правительству и Правительству Штата за их поддержку инициатив в этой почетной миссии. Избирательная комиссия Индии объявила результаты выбора в Лок Саба 2024 года во вторник на этой неделе. Барадья Джанта-партия одержала победу, получив 240 из 543 мест. Конгресс получил 99 мест. В среду Национальный демократический альянс единогласно принял резолюцию об избрании Нарендра Моди своим лидером в третий раз. В среду Национальный демократический альянс единогласно принял резолюцию об избрании Нарендра Моди своим лидером в третий раз. Партия Моди Барадья Джанта-партии получила 240 мест, что меньше 272 мест, необходимых для большинства в Нижней Палате парламента, в которой всего 543 места. Вместе со своими союзниками БДП получила большинство, получив 293 места. Оппозиция Индийский национальный инклюзивный альянс развития во главе с Индийским национальным конгрессом получила 232 места, что больше, чем предсказывали экзит-полы. Ожидается, что новое правительство будет приведено к присяге в конце этой недели. Его святейство Далай-Лама и премьер-министр Центральной Тибетской администрации поздравили Пема Канджу, главного министра Анручала Прадеша, и Прем Сингата Манга, главного министра Сикима, с победой их партии на выборах в законодательное собрание штата. В своих письмах, адресованных главным министром его святейство Исикем, выразили уверенность в их руководстве и подчеркнули важную роль министров в поддержании благосостояния и процветании тибетского сообщества в их штатах. На этой неделе, в понедельник, его святейство Далай-Лама даровал двухдневные уже годные учения для тибетской молодежи. Его святейство отметило, что школьники должны развивать четыре вида мудрости – великую мудрость, глубокую мудрость, быструю мудрость, ясную мудрость и способности логического размышления. Его святейство повторило, что помимо чтения мантр, студенты должны уметь логически анализировать вещи. Его святейство Далай-Лама высоко оценил усилия, предпринимаемые в школах и среди мирян по обучению посредством дебатов, и сказал, что такой подход способствует сохранению тибетской культуры и традиций. В храме и на прилегающей территории собралась толпа численностью около 5500 человек, среди которых было 1800 иностранцев из 57 стран. В течение двухдневного учения основное внимание уделялось тибетским студентам. Присутствовали 900 учеников из Тесиви – тибетской детской деревни, 161 студентов из колледжа, 40 молодых местных тибетцев и 80 участников класса по введению в буддизм. Офис его святейства Далай-Ламы сообщил о поездке его святейства в США для лечения колебных суставов. В объявлении на официальном сайте сказано, что 20 июня публичных аудиенций не будет до дальнейшего уведомления. На недавно появившемся видео из Тибета Гонпуки обвиняет Народную прокуратуру Пекина в незаконных действиях и задержке пересмотра дела ее брата Доржи Чащи. Он был незаконно арестован китайской полицией в 2008 году по подозрению в помощи тибетским изгнанникам. Несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих обвинений и в нарушении китайского законодательства и Конституции, китайское правительство до сих пор не пересмотрело его дело. На видео Гонпуки держит в руках письмо Народной прокуратуры Пекина, которое она получила 8 лет назад. В письме говорится, что дело Доржи Чащи будет пересмотрено в течение трех месяцев. Однако спустя 8 лет его дело все еще не пересмотрено. Гонпуки неоднократно пыталась обратиться в Высший народный суд Тибетского автономного региона в Хасе, но каждый раз сталкивалась с нападениями и задержками со стороны китайской полиции. Китайский суд до сих пор не принял никаких решений по делу ее брата. На другом ее видео, записанном 28 мая 2024 года, видны синяки на руках Гонпуки. Доржи Чащи находится в китайской тюрьме уже более 15 лет. Члены его семьи выражают растущую обеспокоенность его здоровьем из-за многократных пыток и избиений, которым он подвергался. Несмотря на многочисленные просьбы о справедливом судебном разбирательстве и пересмотре дела, он продолжает оставаться в тюрьме. Его семьи отказывают в свиданиях, а обращения в вышестоящие инстанции остаются без ответа. Доржи Чащи был арестован 10 июля 2008 года по подозрению в пожертвованиях тибетским изгнанникам и финансировании тибетских протестующих в Тибете. 17 мая 2010 года он был приговорен к пожизненному заключению. На этом завершается наш сегодняшний выпуск. Вы смотрели новости Тибет на этой неделе. Спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске, чтобы узнать больше о событиях тибетского сообщества. Желаю всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok